Разложение тропей на простейшие. Представьте себе, что вам нужно посчитать вот такую сумму. 1 делить на 1 ежды 2, плюс 1 делить на 2, плюс 1 делить на 4, 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 плюс 1 делить на 5. Для этого достаточно заметить следующее. 1 вторая это 1 минус 1 вторая. Это я сейчас только что вот эту тропь расписал в виде разности. 1 шестая это 1 вторая минус 1 третий. 1 двенадцатая это 1 треть минус 1 четверть. Что там у нас дальше? Так, ну, не знаю. Другие, да, сделаем. Дальше у нас здесь будет 1 четверть минус 1 пятая. И, наконец, последнее. 1 пятая минус 1 шестая. Какой же будет результат? 1 минус 1 шестая, то есть 5 шестых. Чем мы воспользовались в этом вычислении? Очень простой формул. 1 деленная на 1 и на 1 плюс 1. Это 1 минус 1 минус 1 минус 1 минус 1 минус 1. Почему эта формула верна? Потому что, когда приведешь общий неприимателем, и анген плюс 1, то в числителе будет вот так. Ну, а это действительно 1. Вот, ребята, эта формула называется разложение дроби на простейши. Разложение дроби на простейши. Впервые по-настоящему это проанализировал Леонард Эйлим, некий математик, замечательный. И он понял, что не только такая тропа предлагается на простейши, но на самом деле огромное количество других случаев тоже таким же образом можно проанализировать. Ну вот, давайте посмотрим. 1 деленная на n, n плюс 1, n плюс 2. Как вы считаете, с какими коэффициентами надо взять эти дроби? Вот какие числа сюда надо написать, для того, чтобы было верно такое правило. Давайте думать. Для этого приведем все к общему знаменателю. 1 деленная на n, n плюс 1, n плюс 2. Здесь общая доминация на этапе 5, тот же самый. n умножить на n плюс 1, n плюс 2. А числитель будет довольно забавным. a умножить на n плюс 1, n плюс 2. Плюс b умножить на n, n плюс 2. Плюс c умножить на n, n плюс 1. К чему свелось дело? К тому, что мы должны так подобрать числа a, b и c, что a умноженное на n плюс 1, n плюс 2. Плюс b умноженное на n, n плюс 2. И плюс c умноженное на n, n плюс 1. Чтобы это было бы число 1. Оказывается, такие числа a, b и c действительно существуют. Есть несколько способов их искать. Самый такой прямой состоит в том, чтобы полностью раскрыть скобки. И после этого... Раскрыть скобки надо, да, в любом случае. Не надо закрывать. Нет, можно раскрыть, потом систему составить, решить. Это я все понимаю. Но можно просто сразу ответы говорить. Там единица стоит справа. Надо просто подставлять вместо n разумные значения. А именно, вместо n подставим 0. Что тогда будет? Здесь будет 0. Здесь будет 0. А здесь будет что? А? Конечно. Если вы подставите вместо n значение 0, то вы получите, что a это 1 вторая. Согласны? Так, что надо подставить вместо n, чтобы получить значение b? Да? Я не знаю, если... Как вы можете писать? n и c, а не входят в образ определения? Ну, n равно надо. Хочешь? Хочешь идти? Так, я могу писать n, если формулой я буду пользоваться только для натуральных n. Да? Ребята, а числа у меня и нас? Если алгоритическое равенство выполняется для всех натуральных чисел, то оно выполняется и для вообще всех чисел. Не бывает, чтобы алгоритическая кривая прошла через бесконечно много точек, а в остальных точках бодурила. График функции так не может. Если он в бесконечном количестве точек прошел как надо, то он везде проходит как надо. Надо подставить вместо n минус единицу. И получаем, что b это минус 1. Отлично. А если мы вместо n стоим минус 1? Что будет? С это на чему? Вставлять. Минус 2 умножить на минус 1. Это будет сколько? Что? 2. И c это будет что? 1 в 2. Ну что ж, мы нашли это ту же пусто. Мы нашли это ту же пусто. Вместо числа а надо написать 1 в 2. Вместо числа b надо написать минус 1. А вместо числа c надо написать 1 в 2. Наверное, вы уже поняли, что сейчас будет за задача. Я напишу вам выражение, очень похожее. Только не n минус 1, а не плюс 2. А, например, n минус 1, а не плюс 2, а плюс 3, а не плюс 4, а не плюс 5. Я думал, что этого уже вполне будет достаточно. И вопрос будет звучать очень просто. Доказать, что можно разложить на простейшие дроби. И более того, не просто доказать, что можно разложить на простейшие дроби. Найти это самое разложение. Деленное на n, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3, n плюс 4, n плюс 5. Это и есть что-то разделить на n плюс 1, что-то разделить на n плюс 2, что-то разделить на n плюс 3, разделить на n плюс 4, разделить на n плюс 5. Пожалуйста. Мы можем подставлять те значения, в которых в определенные вещи будут выходить, то есть они будут замедлены, даже если они, значит, у нас не подходят чисто потому, что стоят в знаменателе. Пять секунду, смотрите, я же подставлял вовсе не туда, где были дроби. Сначала я приел к общему знаменателю, потом отбросил общий знаменателю и получил тождество многочленов. А уже там, где у нас многочлены, там уже, я не могу понимать, любое значение. Сейчас надо сделать, разумеется, ровно то же самое. Все значения, которые будут принимать, все значения, которые одного, ноль, значение н, и смотрим чисто н. Ну да, и какие будут ответы? Принцесс. Принцесс. А? Нет, я понимаю, что вы можете сказать, что там еще не посчитали, но пример. Давайте, давайте, если я решу пойти, не могу. А, Б, С, Д, сейчас, Е. Поехали. Как найти Е? С, 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 С. Все это умножить на н, н плюс 1, н плюс 2. Да? Тогда в этой части будет что? Единица. А в этой части будет что? А умножить на н плюс 1, н плюс 1, н плюс 2, н плюс 3, н плюс 4, н плюс 5. Согласны? Минус 4. Что? Чтобы Е найти, минус 4 поставить. Нет, я сейчас проапливаю. А дальше В, там, смотрите, умножить на н, там еще что-то такое. С умножить на н, и еще что-то такое. Д, н, и еще что-то такое. Е, н, и еще что-то такое. Ф, н, и еще что-то такое. Значит, итак, что мы подставляем, чтобы найти А? Ноль. Что? Ноль. Ноль. Подставляем в ноль. И в результате А будет чему равно? Стоимость. Одну и сто двадцать. Одну и сто двадцать. Совершенно верно. А, это будет одна сто двадцатая. Очень хорошо. Что мы должны сделать, чтобы найти В? Минус 1. Что? Минус 1. Минус 1. В В будет чему равно? Минус 1, 24. Совершенно верно. Минус 1, 24. Господа, можно я здесь вышел так? Как минус 5, сто двадцатая. Так, соображаем, что такое С. Это надо подставлять что? Минус 2. Такая очень забавная ситуация. Вот у нас есть этот, вот это выражение. Мы с ним убираем один из множителей, в данном случае вот этот. И вот, значит, убрали, а вместо n подставили. Что у нас получилось здесь? Минус 2 на минус 1 на 1, 2, 3. Господа, вам что это не напоминает? Вот, давайте я напомню формулу. Число сочетаний из n по k. Что такое? Это n факториал разделить на k факториал. n минус k факториал. Согласны? Так вот, что такое в данном случае 120? Факториал чего? Факториал 5. Что такое вот эта единица? Это число сочетаний из 5 по 0. Что такое вот это минус 5? Это минус число сочетаний из 5 по 1. Чему равно число c? Число сочетаний из 5 по 2, деленное на 5 факториал. Идею поняли? Таким образом, как же у нас окончательно будет... Кстати, здесь был то же самое, говорят. Здесь, если написали фойку, а фойка это как от 2 факториала. То в числителе можно написать фойку, и вот вам число. 1, 2, 1. Это как раз строчка треугольника Паскаля. Согласны? Значит, что у нас будут здесь за числа? Это, во-первых, где написать 120? Это тот самый факториал. Ну и разумеется, в каких-то случаях, в общем, будет там соответствующий материал. И дальше очень простая история. Знак очередующейся суммы. То есть здесь будет минус, здесь плюс, здесь опять минус, здесь плюс. Здесь, наконец, будет знак очередующейся суммы. А в числителе стоят числа пятой строки треугольника Паскаля. Единица, пятерка, что тут будет? Число сочетания из пяти по два. Не помните? Количество способов, а? Девятнадцать. Ну, совсем плохо. Десять. Десять. Конечно, десять. Число сочетания из пяти по два – это десять. Десять. Дальше что будет? Пять. Пять. И дальше что будет? Один. Один. Секунду, только мы же, когда подставляли, мы находили значение вот этих чисел А, В, Ц, Д, Е, Ф. А мы же не доказали. Или доказали? Вот, ребят, мы же в этом тождестве, мы же сколько-то не раскрывали. У нас есть вот это равенство, да? Почему? То есть, когда мы его умножили на Н, Н плюс один и Н плюс два, то мы дальше подставляли, что-то такое, находили А, В, Ц, но мы же не проверили, что найденные А, В, Ц действительно дают тождество. И здесь то же самое. Я вам говорю, вот числа, но я же не доказал, или доказал? Как вы считаете? То есть, я подставлял конкретные числа, и у меня получались значения. Но почему я могу утверждать, что такое вот равенство действительно при любом Н, В? Кстати, очень забавная ситуация. Вот вы очень правильно отметили. Я это равенство проверял при Н, равном нулю, минус единице и минус двойке, да? То есть, которое не входит в область определения. Мы проверяли это равенство для чисел ноль, минус один и минус два, не входящих в область определения. Но домножали, превращалось в многочлен, проверяли. Но утверждаем, что оно верно для всех, именно входящих в область определения. Казалось бы, парадокс. На самом деле, никакого парадокса в этом нет. Ребята, скажите мне, пожалуйста, какое максимальное количество корней может быть у многочлена первой степени? Один. Прямая пересекает ось, как что, абсцисс, только вот максимум в одной точке, да? Сколько корней максимум может быть у многочлена второй степени? Параболы? Два. Три уже не бывает, да? А теперь внимание. Когда вы умножите обе части на Н, Н плюс один и Н плюс два, Вы понимаете, какое получится равенство? Слева будет единица, а справа будет что? Это в большинстве какой степени? Второй. Минус Н умножить на Н плюс два, плюс Н умножить на Н плюс один пополам. Это все многочлены какой степени? Второй. В скольких точках мы проверили это равенство? В трех. Справа у меня парабола. Слева у равно единице, это просто горизонтальная прямая, да? Парабола с горизонтальной прямой пересекается по трем точкам. Может такое быть? Нет, не может. Вернее, может в единственном случае. Когда на самом деле то, что написано здесь, это что? Пересекается. Ну, это второе, но то же самое, что написано слева, да? Когда на самом деле это то, что написано. То есть, ровно то же самое. Если вы умножите обе части на Н, Н плюс один, Н плюс два, Н плюс три, Н плюс четыре, Н плюс пять, то обнагнутся следующие, то есть все знаменательные поисчезают, и в правой части будет сумма многочленов, каждый из которых, в какой степени? Вот здесь давайте посмотрим. Здесь у нас будет произведение, Н плюс один, Н плюс два, Н плюс три, Н плюс четыре, Н плюс пять. Это сколько, сколько? Пять штук. Многочилин в пятой степени. Дальше, как будет? Пятая степень, пятая, 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 пятая. Сумма многочленов в пятой степени, это многочилин не более, чем пятой степени. Так? А теперь, внимание. В скольких точках мы проверили это равенство? Ноль, минус один, минус два, минус три, минус четыре, минус пять. В скольких точках? В шести. Правильно? От нуля до минус пяти. Шесть точек. Может многочлен пятой степени иметь шесть корней? Нет, не может. Почему? По теореме Безу. Что многочлен, у которого число А является корнем, делится на х-а. Все помнят теорему Безу, да? Могу не объяснять. Если у нас есть многочлен, у которого есть корень какой-то, то многочлен делится на х- этот корень. Соответственно, если многочлен имеет шесть корней, то он должен делиться на х-0, х-1, х-2, ну и так далее, и так далее. А это уже слишком, потому что произведение шести таких скобок для многочленов пятой степени это слишком. Значит, мы с вами научились разлагать на простейшие дроби любое вот такого типа поражение. Давайте для того, чтобы, собственно, вы поняли, что мы все-таки не зря так баловали, сумма от единицы до бесконечности, единица, деленная на n, n-1 и n-2. Сколько это будет? Конечно, не обязательно до бесконечности, можно на самом деле до какого-то конкретного числа k. А потом k устремим до бесконечности и получим ответ. Смотрите, как это делается. Мы просто выписываем вот эту вот формулу, выписываем ее для каждого конкретного числа k. Для n равно 1, это у нас будет следующая штука. Это будет 1 делить на 2х1. Минус 2 делить на 2х2. Ой, не хочу писать 2 делить на 2х2, а хочу просто писать 1х2. Плюс 1 делить на 2х3. Хорошо. Это я написал, когда n равно 1. Дальше поехали. 1 делить на 2х2. Минус 1х3. Плюс 1 делить на 2х4. Хорошо. 1 делить на 2х3. Минус 1х4. Плюс 1 делить на 2х5. Здесь я все-таки поставлю номер точек. И в конце будет так. 2 умножить на k. 1k плюс 1. Здесь будет 1 делить на 2х2. К плюс 2. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. вот смотрите, значит, какие у нас есть здесь вещи. Вот здесь 1 делить на 2х3 минус 1 третья и 1 делить на 2х3. Это очевидно нам с вами даст 0. Согласны? 1 делить на 2х4 минус 1 четвертая и здесь тоже вот под этим числом было 1 делить на 2х4. Понятно, что я говорю? Это тоже. Вот так вот, по таким вот диагональкам у нас пойдут нули. очень хорошо. Что останется? А останется вот что. Здесь вот, кстати, 1 вторая минус 1, 2я это тоже 0. Останется в самом начале 1 четвертая. Я рад. 1 четвертая уцелела. И в конце у нас останется такой же вот, все диагонали вот так будут идти, а в конце останется такой вот треугольник. Что будет в этом треугольнике? Будет с плюсом 1 делить на 2х1. Дальше, с минусом 1х1 и еще с плюсом 1 делить на 2х2. Окончательно получается такой результат. 1 четвертая. Минус 1 делить на 2х1 и на 1х1. И плюс 1 делить на 2х2 и на k плюс 2. Это, конечно, можно записать короче в виде 1 четвертая минус 1 разделить на 2х1 и k плюс 2. Ну и при стремлении как к бесконечности, это, разумеется, стремится к одной четверти. Я не говорю, что это единственный быстрый способ отсчета. На самом деле, нашу тропу можно было чуть-чуть по-другому представить в виде разности двух тропей. Поэтому, сейчас я уж напишу это равенство, можно было не до конца злобенно прости, а можно было сделать таким хитрым приемом, когда есть такое выражение 1 разделить на n, n плюс 1 и n плюс 2. На самом деле, можно было рассмотреть две таких дроби. n делить на n плюс 1 и n плюс 1, это равенство 2 издаминателя. Смотрите, в чем идея. Разность этих дробей, если привести ее к общему издаминателю, будет так. Здесь будет n плюс 2, а здесь будет, понятное дело, n. И когда из n плюс 2 вычитаешь n, получаешь что? 2. Ну, правда, здесь 1, но нам не страшно, я не могу, мы сюда еще много впишем. И это будет уже тужество. Таким образом, у нас 2n, n плюс 1 в знаменателе, а здесь двойка n плюс 1 и n плюс 2 в знаменателе. Ну, и таким образом, можно у нас чуть-чуть быстрее решить задачу, без полного изложения простейшей дроби. Но, с другой стороны, и с простейшими дробями, тоже достаточно быстро все получилось. Господа, судя по вашей реакции на эту задачу, придуманной Леонардом Гейлером, задача, такое свойство дробей. Чувствую, что вы его тоже не знаете, правда? Между тем, вещь очень красивая. Это по-русски даже не опубликовано. То есть, на лектории несколько лет назад я это лекторо читал. Сам я это узнал из-за того, что сейчас есть такой великий проект перевод всего Леонарда Эйлера на английский язык. Дело в том, что Эйлер писал по латыни, а, к сожалению, количество людей, которые читают по латыни, оно, в общем, очень маленькое сейчас. Благодаря тому, что сейчас подряд просто все РАО-тренеры переводят на английский язык, они более-менее входят в научное обращение. Это очень важно, потому что человек великий, придумал действительно много интересного. И в частности, выяснилось, что одна из лучших статей Николая Борисовича Васильева о многочленах, о числах сочетаний, есть такая замечательная совершенно статья в кванте. Оказывается, что она была написана, что называется, по мотиву работы Эйлера, хотя они эту работу, естественно, не знали. Назовите мне, пожалуйста, числа, лучше, если они будут натуральные и не слишком большие. Четыре штуки. Ну, три, восемь. Например, три, не надо сказать. Давайте, три, дальше. Восемь. Два. Что? Два. Есть? Четыре. Два минус три. Два минус четыре. Начало поставлю сюда единицы, а потом обсудим, какие еще числа сюда можно поставить. И здесь напишу везде плюсы. Так. Два минус три, два минус четыре, два минус восемь. Это что такое? Это один умножить на два, умножить на шесть. Ну, если ознакомиться, естественно. То есть, что это такое? Минус единицы делить на двенадцать, конечно. Так. Так. Дальше. Три минус два – это один. Минус один и минус пять. Это что будет такое? Одна пятая. Дальше. Понятно, что знаки будут чередоваться. Здесь будет минус. Здесь будет два, один и минус четыре. Это будет что? Минус одна восьмая. Шесть, пять и четыре. Сто двадцать. Господа, вы посчитали. Я, конечно, могу и за вас посчитать, но вы бы сами посчитали. Сколько это сто двадцатых? Правда, Катя? Такая неожиданная, странная числовая закономерность. Оказывается, если ты пишешь любые числа, единственное, о чем надо позаботиться, чтобы они были разные. Потому что иначе здесь будет из числа надо будет вычитать его же, а на ноль делить нельзя. У этой истории есть еще продолжение. Давайте мы сейчас здесь, в числителях, поставим не единицы, а сами наши числа. Минус две двенадцатых. Ой, тут капец, вы что? Можно я сразу буду считать, что все приведено к общему знаменателю, чтобы быстрее было, ладно? Поэтому я буду считать сразу сто двадцатых. Итак, минус двадцать сто двадцатых. Дальше, плюс двадцать четыре умножить на три. Минус пятнадцать умножить на четыре. Плюс восемь умножить на один. Давайте посчитаем. Минус двадцать плюс семьдесят два. Это пятьдесят два. Так, пятьдесят два. Минус шестьдесят и плюс восемь. Пятьдесят два плюс восемь шестьдесят. Опять получится. как интересно давайте мы в числитель поставим не просто наши числа, а наши числа в квадрате будет так минус 40 плюс 24 умножить на 9 минус 15 умножить на 16 плюс 64 ужасно интересно 15 умножить на 16 знаете ну я бы сказал 240 240 240 минус 40 это будет минус 240 это будет минус 280 все понимают? минус 280 плюс 64 сколько будет? минус 216 минус 216 умножить на 24 на 9 уж не 216 получится? 216 216 я в числитель степени этих самых чисел 2, 3, 4, 8 давайте дальше посчитаем минус 40 сейчас рады, что мы не используем все понимают, да? я в числитель составляю кубь числа 2 это будет минус 80 плюс 24 умножить на 27 минус 15 умножить на 64 так 8 в кубе в 9 512 512 8 в кубе 512 отлично 15 на 64 нажать я понимаю, что это трудно, но давайте вы считаете на листочках быстро мне ответ нужен небольшая числовая магия 120 120 это очень похоже на правильный ответ у кого-нибудь еще получил 120? 120 ребята надо заполнить ситуацию правильно потому что вообще 120 там как раз номинат поэтому когда мы поделим получится ответ 1 интересно давайте еще сделаем последний минус 160 плюс 24 на 81 минус 15 умножить ну здесь будет точно 256 да? и плюс вот эта радость на 1 будет 4096 сколько это будет? плюс 240 на 2040 а что такое 2040? это 120 умножить на 17 ну что такое 17? это 2 плюс 3 плюс 4 плюс 8 магия продолжается на самом деле я умею еще 1 сеанс если взять минус 320 плюс 24 умножить на 243 минус 15 умножить на 1024 и плюс 32 тысячи так 96 на 8 умножить это будет сколько? так вот оказывается что это тоже будет не что-нибудь а это будет 120 догадайтесь на сколько? на сумму квадратных неверно но очень близко по сути посчитайте посчитайте и не сумма квадратов и не квадрат суммы но очень похожие по сути даже и значит здесь не просто сумма попарных произведений а что еще? сумма квадратов господа я сейчас ее вам выпишу для случая когда мы взяли не 4 числа а 2 числа и вы поймете что в этом случае формула вполне себе очевидна потом посмотрим для трех чисел для четырех и так далее поехали 2 числа а и б тогда у меня в одном случае будет знаменатель а минус б но в случае б минус а понятно ли вам что вот эта формула что называется комментарий 1 минус 1 это 0 теперь а делить на а минус b плюс б делить на b минус а это фактически а минус b делить на а минус b то есть это единица обратите внимание здесь все гораздо быстрее то есть мы получаем те же самые фактические формулы только гораздо быстрее мы прекращаем получать нули и начинаем получать ненуливые результаты а квадрат минус b квадрат делить на а минус b это а плюс b вот она и есть сумма наших чисел ну и наконец последняя строчка для кубов а кубь делить на а минус b плюс b делить на b минус а это что такое разность деленная на разность чисел это а квадрат плюс b согласны? вот ну что для двух чисел собственно все доказали все что нужно было теперь давайте посмотрим для трех чисел c минус а и c минус b отлично общий знаменатель будет понятно какой а минус b а минус c и смотрим здесь у нас в числителе будет написано b минус c дальше b минус а это другого знака b минус c того же значит будет плюс со знаком минус вот эти минус а минус c так здесь c минус а это вот это с другим знаком это тоже с другим знаком то есть в результате на самом деле нужно это плюс а минус b плюс а минус b здесь у нас минус а здесь плюс а плюс c здесь минус c b минус b в общем всего получается 0 хорошо давайте посмотрим что будет если здесь будет а здесь b а здесь c на самом деле на самом деле тогда просто вот к этим штукам у нас добавится если взять а умножить на b минус c минус b умножить на а минус c плюс c умножить на а минус b то это будет сколько смотрите а в минус а c это будет что опять 0 0 это это хорошо а вот если взять такую штуку а квадрат умножить на b минус c минус b квадрат на а минус c плюс c квадрат умножить на а минус b а господа это будет уже многочлен третьей степени и если тщательно раскопить скобочку и посмотреть то это будет с точностью а минус b умножить на а минус c умножить на b минус c и поэтому частное будет равно здесь уже единица ну там если кубы поставить то будет соответственно почему же все так происходит оказывается что в нашем сегодняшнем с вами теме как ни странно все очень легко рассказывается просто вот вот совсем легко давайте я сейчас это вам все пусть у нас есть три числа а b c и еще у нас есть четвертое число число x то есть вот это придумал леонард эйлер то есть если вы возьмете статью васильева и майнера в кванте она была под фамилией ва мутен то там этого доказательства не увидите потому что я повторяю что на английский язык эйлер был переведен только несколько лет назад у них там по-другому все рассказано хотя тоже очень интересно замечательно эйлер придумал следующее рассмотрим такую дробь единица делить на x минус а x минус b x минус c и эту дробь разложим на простейшие здесь будут какие-то коэффициенты а b и c попарно различные числа x это вообще переменная поставим перед собой такую задачу разложить дробь единицы делить на x минус а x минус b x минус c на простейшие дроби мы сегодня это уже и делаем как мы с вами это делаем мы умножали все на x минус а x минус b x минус c и сводили делаем к такому разлу альфа умножить на x минус b x минус c бета умножить на x минус а x минус c и наконец гамма умножить на x минус а и x минус b замечательно вместо x подставляем число а и мы разумеется находим значение альфа альфа это единица деленная на а минус b а минус c вместо x подставляем значение b получаем что b это единица деленная на f минус а b минус c и наконец вместо x подставляем значение c эти два образа не исчезнут и получаем что гамма это единица деленная на c минус а c минус b ну собственно говоря вот и все осталось просто вместо числа а написать найденное значение x минус а а минус b а минус c вместо b написать найденное значение это b минус а b минус c и вместо гамма то же самое да c минус а c минус b вы правда удивитесь да скажете почему это здесь равенство хотя у нас то было там плюс ответ очень простой а вы каждую вот из этих дробей x минус а x минус b x минус c замените знак на минус понимаете перенесите в другую часть вот эту дробь как единое целое перенесите сюда тогда у вас значит вот в этом месте поменяются местами и вы получите ровно то выражение которое вам нужно да давайте дальше продолжим историю а что будет если здесь взять не единицу а если здесь взять x и разлагать на простейшие такую дробь ничего особо не изменится только вот когда вы здесь возьмете x посмотрите вот у вас в этом месте получится негащен x согласны и когда вы будете подставлять в это выражение вместо x а то как раз у вас здесь получится а здесь будет а а кстати если здесь x квадрат то точно так же был бы а квадрат идею поняли то есть оказывается что идея разложения на простейшие дроби очень даже помогает вы мне скажете а что делать когда там единица получалась а здесь история вот какая если мы возьмем слишком большую степень здесь то у нас скажем если здесь x квадрат то еще будет второй степени и тогда понятно что у него не может быть там больше двух корней то есть три корни не может быть и все а вот если мы здесь ставим 3 то у нас уже получается мы накачиваем третьей степени и поэтому прежде чем всю нашу маяку прокручивать надо было x куб разделить с остатком на 5 член x-b x-c чтобы уменьшить степень потому что иначе мы не можем применять нашу идею ну и там то же самое с четвертой когда будет а при этом делении там получится какие-то коэффициенты которые собственно е и дадут нам то что нужно берем треугольник по скале самый штрейный есть обычный 1 1 1 1 2 1 что у нас там дальше 1 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 давайте я начну с четвертой строки потому что там мне кажется вещь достаточно будет уже понятная смотрите 1 минус 4 плюс 6 2 минус 4 плюс 1 это очевидно 0 все это понимают? все это понимают а теперь внимание фокус начинается 1 умножить на 0 минус 4 на 1 плюс 6 на 2 минус 4 на 3 плюс 1 на 4 1 умножить на 16 давайте посчитать минус 4 плюс 12 минус 12 минус 12 плюс 4 сколько будет? 0 0 минус 4 минус 4 минус 4 плюс 24 минус 36 плюс 16 кто знает сколько будет? ну ну так что это за число все понимают? 0 в квадрате 1 в квадрате 2 в квадрате 3 в квадрате 4 в квадрате что я напишу в следующей спряте что я напишу в следующей спряте? что я подделю? ну 60 8 8 конечно 27 а здесь что будет? так поехали минус 4 плюс 48 минус 108 плюс 64 null 3 так кто догадается что будет сейчас? 4 grid нет нет 4 степень это я понимаю что 81 это идет я в курсе а вот здесь что будет? 1 не 0 не 0 и не 120 смотрите, минус 4 плюс 96, это будет 92 92 и 256 это будет сколько? это 348 и минус 324 сколько это? 24 24, может быть вы хотя бы догадаетесь, что будет в следующей странице? из-за чего это так получается? как вот эта игра с треугольником Паскаля связана с теми дробями, которые у нас сегодня были? как ни странно, связана абсолютно в другом. догадаетесь, что там будет? там будет, господа, умножить на сумму чисел от нуля до четырех сумма числа от нуля до четырех это сколько? 0, 1, 24 а? 10 10 поэтому там будет не 120, а? все 240 я, конечно, напишу это выражение 1 умножить на ноль минус 4 на 1 плюс 6 умножить на 22 минус 4 на 243 плюс 1 на 1024 господа, посмотрите внимательно минус 4 плюс 192 минус 972 плюс 1024 ну давайте считаем 192 минус 972 минус 780 минус 780 и здесь еще 1020 1020 минус 780 сколько? 240 кто-нибудь догадается как связан этот треугольник Паскаля вот с этими самыми крагами не догадываетесь? ребят помните я попросил продиктовать числа помните, что мне сказали? 2, 3, 4, 8 2, 3, 4, 8 так вот сейчас я не буду просить я возьму и сам напишу я сам напишу числа а потом я сам напишу соответствующие дроби и вы вдруг увидите как это будет связано и что же за числа я сейчас напишу? 0 1 2 3 4 а какие будут знаменатели? смотрите-ка, пожалуйста 0 минус 1 0 минус 2 0 минус 3 0 минус 4 кто-нибудь курс считает такой? да? что за тур это 1 24 так? отлично а если я делаю так 1 минус 0 1 минус 2 1 минус 3 и 1 минус 4 и посчитаю это тоже в 24 то во-первых это будет за знаком минус а во-вторых смотрите 1 умножить на 1 это 2 это 6 это будет минус 4 24 согласны? смотрите-ка что будет такое 1 делить на 2 минус 0 2 минус 1 2 минус 3 и 2 минус 4 господа 6 24 вообще если вы берете такие числа 0 1 2 3 и так далее n и берете такое число k и рассматриваете все такие штуки k минус 0 k минус 1 k минус 2 и так далее и так далее k минус k минус 1 дальше k минус k плюс 1 и так далее и так далее и кончается на k минус n господа неужели непонятно что вот это вот это у нас k фактриал а вот это вот с точностью до знака n минус k фактриал ну в зависимости от четности у нас в знаменателе получается k фактриал и n минус k фактриал ну еще знак минус 1 в степени n минус k да вот ну это наши единицы или что там положено а если вы еще напишите сюда n фактриал и в числителе тоже напишите n фактриал то господа вот это как раз и будет то самое число сочетаний из n пока поняли я значит число сочетаний с нашей задачей связано абсолютно напрямую все понятно еще несколько совершенно замечательных математических фактов ну про экспоненту я вам сейчас рассказывать ничего не буду хотя как ни странно напрямую связаны эти вещи это уже почитаете статьи у Василия Гудемачева и я еще не буду рассказывать про разности дело в том что для любого многочлена можно взять разности и скажем для многочлена ката степени разность это будет многочлен к-1 степени за всем за этим можно проследить там получаются красивые формулы как ни странно они напрямую связаны с хозяйством которое у меня сейчас но я скажу о задаче которая тоже абсолютно напрямую связана с нашей интерфляционная формула Лагранжа ее все равно обязательно любой изучающий математику должен знать представьте себе что у Вас на вещественной прямой есть несколько точек ну например три точки А, В и С требуется найти многочлен в степени не выше чем вторая который в этих точках принимает заданные значения представьте себе что некоторое значение А большое он должен принять в этой точке некоторое значение В большое в этой точке а некоторое значение С большое он должен принять в этой точке то есть Ричкин вот о чем требуется придумать параболу можно если эти точки лежат на одной прямой то линейную функцию Главное, чтобы не более чем параболу, которая, график которой пройдет через эти три точки. Повторяю, называется это интерполяционная формула. Мы должны отдельно решить следующие три задачи. В точках АВС придумать функцию, которая равна вот этому. Придумать функцию, которая равна вот этому. Если мы решим эти три задачи, то в качестве суммы этих трех функций мы как раз получим многочлен, который в наших трех точках принимает нужные три значения. А поскольку не может быть двух таких многочленов, потому что две параболы не умеют пересекаться с трех точек, соответственно все и получится. И вот, и теперь вопрос, как бы это получить? Ответ. Чтобы получить вот такую штуку, мы должны придумать многочлен, который в точке В равен нулю, в точке С тоже равен нулю. Это x-b умножить на x-c. В точке А, чтобы он равнялся А большому, это значит надо умножить на А большое и разделить на А минус В, А минус С. Наверное, вы теперь понимаете, что мы напишем сюда. Это будет В умножить на x минус А, x минус С и разделить все это удовольствие на В минус А, В минус С. И для этого у нас будет наоборот С большое умножить на x минус А, x минус В, а здесь будет С маленькая минус А и С маленькая минус В. И вот сумма этих трех выражений, это и называется интерфляционный многочлен полаграмм. Обратите внимание, ровно такая же формула гранжа будет для четырех точек. В чем у них отличие? Здесь будет точек не АВЦ, а АВЦД, да? Соответственно, в знаменателе будет А минус В, А минус С, А минус Д. И в значительной точке будет x минус В, x минус С, x минус Д. И слагаемых будет не 3, что это 4. То есть интерфляционная формула гранжа, она для любого количества точек разных значений. Сразу позволяет выписать многочлен, которые в этих точках принимают заданное нами значение. Правда, дальше надо, собственно, думать, ну и что, да? Как, зная интерфляционную формулу, хотя видно, что что-то очень похожее, знаменатель не просто очень похож, да? Знаменатель очень похож. Какую функцию мы должны разлагать по интерполяционной формуле, чтобы получить те равенства, ну хотя бы для трех, для АВЦ. Здесь просто у нас не по делу числители большие. Нам нужно для понятности разделить обе части интерполяционной формулы Лагранжа на x минус А, x минус В и x минус С. Поняли, что получается? Вот у нас был какой-то многочлен. f, который мы по интерполяционной формуле раскладываем. f от x равна. Что такое А? Это f от b. Что такое b? Это наше f от b. Что такое здесь c большое? Это f от c, да? Так вот, чтобы превратить это к виду, который был там у Эйлера, надо, повторяю, разделить все на x минус А, x минус В, x минус С. Тогда вот эта равняется f от А. Согласны? Разделить на x минус А, потому что здесь числительность никакого x минуса не было, поэтому меня тут появится. А тут дальше А минус В, А минус С. Ну и потом следующее слагаемое. f от b разделить на x минус В, b минус А, b минус С. И наконец, f от c разделить на x минус С и на c минус А и c минус В. Так, два вопроса. Как это связано? Ответ очень прост. Надо просто взять вот эти штуки, переправить в левую часть, при этом, естественно, вот эти вот скобы x минус А, x минус С. Переставится, да? И мы получим ровно то, то есть в качестве многочлена f надо брать в одном случае единицу, в другом случае x, в третьем случае x квадрат, понимаете? Вот. Ну и опять, когда степень будет слишком большая, там уже нельзя будет говорить, что многочлены совпадают обязательно, потому что если у вас подставляется больше точек, чем степень, то да, равенство. А если точек столько же, какая степень, или наоборот, точек даже меньше, то надо предварительно сначала со степенью забраться.